Мы на стенде компании MSI на выставке Computex 2016 У них здесь огромнейший красный стенд, огромное количество крутых новинок, ноутбуки, десктопы, видеокарты и новые материнские платы Обо всем, конечно же, расскажу по порядку Начну с GT83S Если помните, у меня была 18-дюймовая огромная лопата с механической клавиатурой И это он же и есть Здесь тоже есть SLI видеокарта, тоже топовый процессор, тоже механика В целом, внешне он остался таким же, только чуть подправили дизайн Но самое крутое, то, что не хватало прошлому ноутбуку Здесь подправили немножко с охлаждением Было два вентилятора, стало три Два больших и один поменьше Было, насколько помню, около четырех теплотрубок по железу проходящих Сейчас здесь сразу 10 теплотрубок В итоге отвод горячего воздуха облегчится просто в разы Я очень хотел бы его вскрыть, посмотреть, как это все выглядит внутри, но, к сожалению, мне этого не дадут Понятное дело, железо совершенно разное может быть Тут уже все зависит от того, сколько у вас денег есть Ставить HD, SSD, RAID, где именно SSD будут стоять, какой процессор здесь будет стоять, видеокарты и так далее Все это уже зависит от конкретного бюджета и все это будет видно уже на продажах Здесь сейчас стоит 2080M Здесь сейчас стоит топовый Core i7, который можно разгонять И это все круто, а мы идем к следующим ноутбукам Классная штука, что MSI во все свои новые ноутбуки добавили отдельный усилок Это ESS Saber Плюс во всех 17-дюймовых моделях матрица теперь не 60-герцовая, как было раньше, а на 120 Гц И это наконец-то! Просто в шутеры можно будет играть на совершенно новом левеле и невероятно комфортно В Counter-Strike можно будет играть вообще даже без отдельного монитора Ну, если, правда, привыкнуть к 17-дюймам Почему только 17-дюймов? Потому что, как мне объяснили, 15-дюймовые матрицы сам производитель мониторов еще не делает 15-дюймов, 120 Гц еще нет Давайте посмотрим сейчас на GS73 Обновленная версия GS, это тонкий ноутбук, уже 73-й Немножко обновили дизайн, вот это все, как и было из металла Низ вверх из металла И вот здесь добавили воздухозаборное отверстие Отсюда забирается воздух и выталкивается внаружу Добавили разъемов Здесь уже появился Thunderbolt 3-й версии Это хорошо Огромное количество USB 3.0 Это тоже очень приятно И что самое главное, как по мне Учитывая, что это очень-очень тонкий ноутбук Здесь большие трудности с охлаждением Здесь очень сильно поработали над охлаждением Во-первых, снова-таки добавили теплотрубок Для того, чтобы воздух быстрее уходил от самых горящих комплектующих Во-вторых, здесь два вентилятора стоит Над которыми очень плотно поработали Уменьшили толщину каждой лопасти в вентиляторе За счет чего увеличили количество лопастей вентилятора Общая площадь, с которой соприкасается воздух Она увеличилась И получается прогон воздуха тоже стал больше То есть железо должно быть холоднее Насколько мне не говорят Я думаю, во время обзора мы уже это выясним И я бы очень сильно хотел вот эту железяку к себе Да и судя по нашему старому опыту Абсолютно все ноутбуки MSI у меня будут И это круто Есть точно такая же модель, но 15-7-го Тоже металлический корпус Тоже доработали охлаждение Все то же самое, что и здесь Железо может быть тоже разное Либо Core i5, либо Core i7 Разные видеокарты Это уже все будет видно, когда они начнут продаваться Но за счет того, что здесь 15-дюймовая матрица Она 60-ти герцовая, а не на 120 И что, кстати, тоже хорошо В этих моделях, как видите Рамки стали реально тонкими И это безумно радует И матрицы остались точно такими же матовыми То есть, в принципе, как и надо для игровых ноутбуков Да и в целом, как у MSI Это модель GT73S Как мне рассказали, в ней много что переработали внутри Внешне, в принципе, не сильно изменилось Добавилась вот здесь вот просто декоративная такая вставочка Охлаждение работает немного иначе В общем, я о чем Два вентилятора больших Целых 12 теплотрубок Вот как показано на мониторе Вот это вот все так же видится и внутри Все это так и внутри Монитор тоже сделали с более тонкими рамками Он тоже 120-герцовый И будет 4K-вариант Это Full HD Что классного Здесь переработали охлаждение И убрали оптический привод в игровом ноутбуке За счет чего нашли место, чтобы Поставить SLI из двух видеокарт В итоге здесь будет 1080 SLI и 1070 SLI Это реально круто Что еще? Переработали дизайн Верхняя панель, как я уже сказал Вставка Вот здесь вот кнопки очень интересные стали Мне нравится клавиатура Они оставили ее такой же, как и была Она хорошая была Тачпад тоже огромный, офигенный И переработали заднюю вот эту вот часть Вы посмотрите, как она круто и агрессивно выглядит Вот эти вот забрала, они огромные, толстые И это очень классно Как я уже сказал, самое главное изменение в этой модели По сравнению со старыми GS70, которые были Это то, что в старых GS70 не было SLI Здесь в топовой комплектации теперь будет SLI А вот какие конкретные SLI мы снова таки увидим Только когда начнутся продажи Потому что все ноутбуки, как и настольные компьютеры Там может меняться и процессор, и видеокарты И разные SSD накопители, и винчестеры, и все остальное Крутое, что здесь еще SSD ставится не в SATA разъем, а в M.2 разъем И скорость работы может достигать 2 Гбит в секунду Но это если SSD диск NVMe А как раз такой сюда будет ставиться Вы смотрите видео с Computex 2016 Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк И мы пошли смотреть дальше на то, что показывает компания MSI